Такое большое скопление народов в кинотеатре «Искра» не случайно. Буквально через пять минут начнется второй гражданский форум Ленинского муниципального района. Не все и не всегда довольны работой государственных структур. Поэтому на целый день была расписана обширная программа, где затронули самые животрепещущие темы. Выявить проблемы, которые интересуют наших жителей, постараться совместно, работая в секциях, обсудить эти проблемы. Самое главное – выработать ту необходимую именно жителям или гражданскому обществу, как сейчас модно говорить, повестку дня, которую они могли бы проводить в том числе через институты власти. Глава района уверен, что обсуждение проблем на открытых площадках – залог успешного диалога. Необходимо выслушать точку зрения каждого гражданина. В результате проведения определенной политики, например, крылостроительной политики, дорожной политики, социальной политики, проблемы накапливались и не решались годами. Все это вызывает определенный негатив. После открытия все участники выдвинулись к месту проведения трех секций. Небольшая обзорная экскурсия и форум продолжился на специальных площадках. Предложения должны быть обсуждены на такой площадке, и потом приняты какие-то определенные решения. Как, каким образом, потому что у нас есть очень конструктивные инициативные группы, которые создаются под определенную проблему. Самая горячая тема – ЖКХ. Две стороны одной медали. Известно, что 64% населения района не устраивает либо работы жилищно-коммунальных служб, либо размер кварплаты. Житель не оплачивает за жилищно-коммунальные услуги, а потом приходит и требует их оказания или неоказания, или убрать эти жилищно-коммунальные услуги, которые, по его мнению, абсолютно его не устраивают, или он бы их не хотел получать, он иногда не руководствуется требованием и нормами действующего законодательства. Так, задолженности за услуги ЖКХ у некоторых видновчан составляют порядка 100 тысяч рублей. И вопросов здесь больше, чем ответов. Работу в таком формате обещают проводить каждые полгода. Александр Шишов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ